ну и чё как бы выбирать какой собирать нравится оба вот уже здесь привет и ты на канале stories то есть это новый выпуск и сегодня у нас обзор на железного человека от китайского аналога бренд к сожалению скрыт не знаю кто это это просто копия но я не знаю как бы выбрать здесь у нас марк 42 из 1 первой части железного человека и последний костюм мстители финал здесь детали побольше а это не больше нравится посмотрю поближе марк 42 у нас есть здесь цветовой блок он скорее всего подсвечивает генератор есть табличка которая тоже просто ставится как фигурка с торцов у нас указано что элементы все поворачиваются здесь чет вставляется крутится стреляет интересно с обратной стороны опять же световой блок указан чем он стреляет и размер довольно большой 36 сантиметров высота так с этим понятно что у нас с этим кузовом с этого блок также все поворачивается торцов не вижу ничего не показано не стреляет у него рост 41 сантиметр скорее всего он также таком же масштабе про за счет этого оружия он выше здесь у нас поворачивается чтобы включить световой блок но давай так соберем вот это есть больше детали а если понравится мне и вам но мы соберем потом второй посмотрим что у нас внутри и начнем собирать все большом пакете пакеты пронумеровано пакеты пронумеровано 1 2 3 инструкция я поближе покажу здесь написано последовательность но соответственно пакетов я Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конструктор собран. На его сборку я потратил 7 часов. Это было интересно, но очень сложно. Сложность заключается в большом количестве мелких деталей и нужно быть очень внимательным к инструкции. Каждый шаг лучше даже перепроверять. В целом модель мне понравилась, выглядит красиво, но немножко оттенки, конечно, отличаются от заявленных на фотографии. Они более блеклые. Здесь есть золотые и серебристые элементы. Они помечены звездочкой, как цвет металла. Высота получилась 41 см. В целом, как и заявлено на коробке. Общее впечатление у меня положительное. Но поиграть таким конструктором не получится. Но все-таки это в первую очередь же конструктор и не робот. А не получится, потому что при падении он разбирается. У него слабовато закреплено вот это оружие. Это все-таки более полочный вариант. Вот. Ну, очень легко разбирается. Ну, получится, конечно, поиграть, если вы его склеите за исключением подвижных элементов. А двигается он вовсе. Это руки, даже пальцы. Можно удержать кулак, локоть, ноги, колени. Стоит он достаточно уверенно. Кулак тоже поворачивает. В общем, поставить на полку хорошо. Чтобы им играть, нужно склеить. Собирается все при этом нормально и интересно. Что у нас получится при падении на стол? Разобрался. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и оставляйте ваши комментарии. Дальше будет интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok